Привет, друзья! С вами Растафари, и сегодня мы пообщаемся про такую составляющую Black Desert, как PvP. 11 января на корейские сервера установили патч, изменения в котором вызвали очень большую шумиху в сообществе Black Desert. И я хотел бы поговорить именно о них. Начиная с 11 января, игроки перестали терять опыт при смерти в PvP. Но это ещё не всё. Самым важным и самым обсуждаемым изменением стала новая система ПК и PvP в целом. Если раньше, напав на противника, он отвечал вам, и вы спокойно сражались, то сейчас, если вы первым нападаете на противника, и даже если он вам отвечает, но потом убирает, вы всё равно становитесь ПК. То есть как такового, PvP в игре, кроме как на арене и на осадах, больше нет. Да, вы можете слить другого игрока, допустим, просто так, но отмывать 200 тысяч кармы порядка 6-7 часов захочет далеко не каждый. Кроме этого, есть система гильдий, и да, можно кинуть войну. Но опять же, вы кинете вар только определённые гильдии, сможете бить только их. И для того, чтобы это сделать, вам нужно заранее сделать несколько гилдквестов и набить положительную карму гильдии. На официальном форуме и на разнообразных фан-сайтах горячо ведётся обсуждение этого патча. А количество разных предложений по изменениям в игровом процессе от пользователей уже зашкаливает. Сразу спешу вас успокоить. Официальный ответ GameNet уже последовал. Российская версия останется с нормальной PvP-системой. Однако никаких более подробных деталей мы так и не увидели. Именно поэтому я хочу порассуждать, и что самое главное, узнать ваше мнение о том, в каком направлении должна двигаться игра. Насколько она должна быть хардкорной? И какой вы видите PvP-систему? На форуме очень много предложений, одной из них система положительной кармы, которая позволит при определённом количестве кармы спокойно убить порядка 10 человек, и при этом не стать ПК. А ПК должно отмываться минут за 10-15. Насчёт отмывки кармы я полностью согласен. Сейчас этот процесс занимает порядка 6 часов, что уж очень много, особенно учитывая последние изменения, отмываться придётся практически постоянно. Но очень важно найти ту чёткую границу, при которой игра кузуальщиков не станет полным хаосом, но при этом мы сможем спокойно убить ненавистного нам игрока, или же просто прийти повоевать за спот для гринда, так чтобы это не стало большой проблемой. Насчёт уменьшения времени отмывки ПК я полностью согласен. 15-20 минут после одного убийства будет вполне комфортным временем. А вот насчёт возможности заранее засолить карму вперёд на 10 убийств я полностью не согласен. Таким образом, игра новичков превратится просто в полный хаос. Любой неадекватный папка, заточившись, придёт и просто будет вырезать пачки новичков. Да, система ПК и нормального ПВП должна быть в игре. Но кроме того, что её так легко убить, что показала нам Корея, также очень легко переборщить и убить всю игру уже на выходе в России. Я надеюсь, что локализаторы поступят правильно и найдут тот баланс, при котором останутся довольны все игроки. Будь то любитель олдскульного ПВП и ганка, или же казуальный игрок, который вечерами изучает мир Блэк Дезерт и не особо интересуется ПВП составляющей. А что думаете вы? Какой должна быть система ПВП в Блэк Дезерт? Должна ли быть возможность безнаказанно убить другого игрока и какой должен быть штраф за ПК? Что вы думаете насчёт дропа заточек на пол и делевела? То есть возможности не только потерять проценты опыта, но и целый уровень. Ответы на эти вопросы и ваш взгляд на будущее игры пишите в комментариях к этому видео. И возможно этот ролик заинтересует локализаторов и мы вместе сможем повлиять на развитие Блэк Дезерт в России. С вами как всегда был Растафари. Не забывайте подписаться на канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. Результаты прошлого конкурса будут объявлены в следующем видео. Спасибо за просмотр и удачи на просторах Блэк Дезерт! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова